Игорь Моменко Огромное спасибо за аванс, я отработаю, спасибо Несколько анекдотов на ваш суд Вообще, рассказывая анекдоты со сцены, я прекрасно отдаю себе отчет о том, что многие из них вы могли слышать Анекдот это жанр народный, витает в воздухе, как говорится Но я постараюсь рассказать их так, чтобы из моих уст это прозвучало как-нибудь так, по-особенному Совсем недавно закончился чемпионат Европы по футболу, который наблюдали миллионы глаз Первый анекдот именно на футбольную тему Вообще, такая классическая анекдотная ситуация Возвращается муж из командировки, звонит в дверь, жена с любовником Они подскочили, бегают, испугались, паника Он вспотел, заикал, страшно ему Она ему подзывает, любовника, сюда иди Ну хватит успокоиться, что это все, многие затряслись Телевизор, видишь, стоит на тумбочке, за него спрячься А потом, потом разберемся, быстро И то в трусах и в майке, из-за телевизора и спрятался Ну, муж пришел, ему ничего не надо Он включил футбол, болел, кричал, ура, куда бьешь, дурак И вдруг тишина ограбывает Жена делала кофе ему Ну ничего, минут 15, ничего не слышно Она проходит в комнату, муж сидит, смотрит куда-то в угол Весь бледный Седина вот тут у него Глаза вот такие попит Она говорит, Сеня, что случилось? Он поворачивается и говорит Зильда, ты не поверишь Только чтоб Павлюченко с поля удалили, он через нашу квартиру вышел Спасибо Из разряда деревенских анекдотов Там у меня тоже приличная коллекция Один из них, мне кажется, будет вам симпатичный Сельский клуб Идет лекция Тема животноводства Лектор заканчивает читать Пожалуйста, если какие-то вопросы есть, задавайте Женщина Пожалуйста Вы только что сказали, что бык в состоянии осеменять корову до 7 раз в сутки Я правильно поняла? Абсолютно верно Повторите вот это для наших мужчин Женщины захлопали Молодец Мужик один Пожалуйста Я дико извиняюсь А бык в состоянии осеменять 7 раз в сутки одну корову или 7 разных коров? 7 разных Повторите для женщин, пожалуйста Только ленивые не рассказывают сегодня анекдоты о блондинках Пару примеров из моей коллекции Один коротенький такой Встречает свои две блондинки Одна говорит Ну что, сдала на права? Так говорит Я не знаю, инструктор погиб Так же приходит блондинка в гости Привет, как дела? Нормальная Хочешь фокус покажу? Давай Смотри Видишь, свет горит? Ну Смотри внимательно Видишь, нету Нету А где он? Кто? Свет Я не знаю Смотри Холодильник открывает А вот он По-разному можно относиться к такому жанру, как черный юмор Кто-то приемлет Кто-то приемлет Я считаю, что если это по-настоящему смешно И относительно мягко То почему бы нет Пару примеров Приходит друг в гости к своему другу Говорит Гена Только что было у врача Он сказал Мне осталось жить 7 часов Я пришел к тебе Кому же еще мы друзья С детства Давай зажгем, как мы умеем Давай до утра дадим Вот зажгем, как мы умеем До утра Давай наколбасимся Ты молодец Я завтра не вставать Я мне с утра на работу Мне очень-очень остроумным кажется Это анекдот В травмпункт заносит человек У которого по самую рукоятку торчит нож в спине Доктор Больно? Только когда смеюсь Ну и пару анекдотов из моей украинской коллекции Которую просто обожаю Украинская свадьба Жених уснул лицом в салате Его будет, друзья Вставай, ты с ума сошел В смысле? Шо в смысле свадьба? Ты жених Шо, серьезно? Я тебе серьезно говорю, ты жених О, а невеста? Он невеста А я к ее зовут? А я не знаю Ты буквально за два дня женився Чи Галя, чи Полина Чи Полина Приходит кум в гости к своему куму Тот сидит Ноги в тазу Вареник, рюмка Все готово Отдыхает человек Выходной день Это такой хозяйственный Два ведра пустые с собой Привет, как дела? Нормально? Мне надо два ведра набрать у тебя в колодце Больше не надо Ну сильно надо Пожалуйста, можно? Да ради Бога О, Боже мой Був и кипяток Наливай, мне не жалко Тот пошел, взял Два ведра набрал Убежал Буквально через пару минут опять Привет, это я по традиции Не хватило Еще два ведра и все Та бери Тот пошел еще два ведра из колодца Убежал Где-нибудь сурка опять Привет, это я уже Еще морда надоела Моя Еще два ведра и все Бери А сам думает А куда он носит? Надо проследить за ним Он как сыщик Морковка за ним Там прокрался Смотрит Тот себе во двор Приходит и всю воду К себе в колодец Ничего себе Молодец Он быстро домой прибежал Во все оружие ждет его Тот приходит Привет, это я Еще два ведра и все Не дам Пожалуйста Не дам Сильно прошу Я тебе сказал Не дам Я тебе умоляю У меня теща в колодец рухнула Стоит на дне Вот так в воде Два ведра не хватает Следующий анекдот О везении и невезении Скажем так О счастье или несчастье Такой сказочный анекдот Жил человек Которому по жизни Очень сильно не везло Не везло во всем Привыкли все к этому Он сам привык И вдруг повезло ему внезапно Немножко повезло Его послали в Индию Дали ему командировку Он приезжает в Индию В Индии уже не повезло Потерял деньги Документы Тут же все Ну ходил Бродил где-то На помойке Искал И находит Красивую амфору Такой Кувшин Индийский Красивый Ну он думает Хоть что-то домой привезу Дьютифри не светит Все деньги потерял Добраться больше Ну он как Хотел протереть Ну и как в сказке Там Джин Аля Хатабыч Появился Как это бывает в сказке Любое желание Выполню для тебя Он говорит Ну я не знаю Какое желание Мне вообще По жизни не везло сильно Сделай, чтобы везло Теперь постоянно Он говорит Слушай, повинуюсь И пропал Ну и все Дальше по сказочному сценарию Он находит деньги Чемодан денег Идет в зоопарк Деньги с него не берут День открытых дверей Ему уже везет Пришел в ресторан Покушал Вы сегодня Тысячный посетитель Денег не надо Везде везет Он пришел в казино Однорукий бандит играет Там рулетка, карты Везде везет Казино банкротилось Хозяин застрелился Он пошел в другое Та же ситуация Богатейший человек Через неделю Уже не знает Что с делом с деньгами Галифе пошил Такие карманы Чтобы денег туда ссывать Ну и он решает Это дело отпраздновать Снимает гостиницу Широтон Выгнали всех оттуда Дал серьезных денег И до утра там дает Такого что И цыгане местные Приезжали И кого там только не было Гулял человек С утра просыпается Ничего не помнит Уснул в страшном состоянии Просыпается Смотришь Рядом лежит девушка Необычайной красоты Индийская девушка И как у всех Индийских девушек Волбу пятно такое у нее И он спохмельно С похмелью думает Меня всегда интересовало Что это у них такое Наклейка Татуировка или краска Это же интересно как Монетку взял Так потер аккуратно Там надпись Жигули Везет человеку Наступила его счастье Вообще счастье Понятие для всех разное Каждый измеряет свое счастье По своему Я хочу сказать о себе Если сегодня Все вы Привезете домой Хотя бы один Новый для вас анекдот И расскажете своим Друзьям и близким Для меня это тоже будет Самое настоящее счастье Спасибо вам Будете счастливы Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok